Я хочу говорить о провозглашениях. Я на улице на подоконнике положу много разных текстов провозглашений. Провозглашения – это слова, которые произносит Бог, а еще лучше, если это слова из Библии. Это началось уже с того момента, когда Бог говорит слова, и что-то происходило. И также Иисус противостоял Сатане, когда Он цитировал слова из Писания в пустыне. Наши слова – это благословение или проклятие. Словами я могу кого-то уничтожить или построить. Если отец говорит на своего сына, из тебя никогда ничего не получится, то эти слова глубоко в душу вникают, и это даже не происходит. Или David говорит в Псалме, что он говорит о своем сердце. Когда он депрессивный, он должен говорить о своем сердце. И David говорит, что сердце, что ты не страшен, что ты не будешь спокойно. Он говорит о Боге. Он говорит о себе. И David дает интересный пример по отношению к депрессивным моментам, когда он говорит, что душа во мне, почему ты тревожишься. И он обращается к душе, и говорит, и провозглашает вещи Божьи по отношению к своей душе. В одной из книг я прочитал, что у кого сильная депрессия, Псалом 23 на немецком, 22 кажется, на русском, провозглашает и несколько раз после дня читать верою, и провозглашает это в духовный мир. В книге проповедников стоит многое в этом отношении. Кто знаком с Дереком Принцем? Возможно, наверняка, он самый большой учитель 20-го столетия. Я думаю, что он был в 86-м жизни. И в многих языках, в многих странах, 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 в многих странах. Он до 86 лет служил, и во многих государствах на различных языках распространялся его книги и кассеты. И он говорил, что самое сильное оружие против Сатаны – это провозглашение Слова Божьего. Я такой прочитал с Дереком Принцем. Я говорю, что каждый день, не берите это вместе с другими странами. Есть у меня такое провозглашение на предстоящий день. Я могу сейчас вам прочитать, но вы можете себе себе наоборот. И вы можете потом взять и прочитать дома. И во всех его движениях, в книгах, или когда он, например, начинал проповедовать, он начинал всегда с провозглашения нескольких слов в Писании в начале, и нередко просил людей, чтобы они повторили это слово. И, возможно, он был один из тех, кто помогает ей, чтобы Израиль стал в сознании христианского мира на свое место. Кто благословляет Израиль, тот благословен, это вы знаете. Я прочитал с собой, где места описания по отношению того, что Бог соберет Израиль на русском и немецком. И это все предупреждения. И, если вы их прочитаете, то, что вы их прочитаете, то, что вы их прочитаете. И тот, кто читает эти слова вслух и провозглашает их духовный мир, то провозглашает слова Божьи, потому что они сказаны Божьими пророками. Потому что один из пасторей во Львове сказал, если ты молишься за Израиль, то ты сразу же благословляешь этим свою семью, потому что он будет благословлять и беспокоиться за нее. Или, например, в Езекие 36, 22-29. Это был план Божьего Исраиля. Сначала из-за строения, собрания и обеспечения в Исраиле. Езекие 32 глава. Там говорится о том, что на нескольких стихах там описывается, в принципе, весь план Божий с Израилем. И есть свидетельство женщины, которая уже была в серьезной стадии болезни и рака. И она провозглашала все местоописания, которые связаны были с исцелением. И она провозглашала снова и снова и снова, и Бог исцелил ее. Я буду еще немного узнать, но я уже есть несколько листов, например, уже 1991. Я. 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 Что говорит Библия о меня? О тебя? Есть там и сборник текстов, где там стоит «Кто Я». И когда мы провозглашаем это из Писания по отношению в духовный мир, то это благо. или Псалм 91, или Псалм 91, если кто-то на русском 90-е. если мы читаем слух постоянно, то это хорошо для нашей жизни. На каждый день, в принципе, я как каждый раз в день, когда я иду в душ, то я провозглашаю его под душем. или Благословение Аарона. Я провозглашаю это каждое утро. 91-е Псалм и другие. Это благословение Аарона. Или Эфесян 6-я глава. Я провозглашаю эти духовные истины по отношению ко мне, моей семье и всех, которые помогают мне и поддерживают мое служение. Я. 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 и учу себя поднимать руки все чаще и чаще. Когда я не могу служить, поддерживаю и благословляю те, которым я не могу служить. И, конечно, Израиль, благословляю. Это тоже Прокламации или правозглашения, которые имеют силы. 5 Благословение Аарона, 28, 1-14, или здесь, или здесь. И, конечно, я. 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 Типа. Не смоя. Иовье, пять� глава. 12 povoе, 26. Иовье, пятая глава. М God даже вспомнить, он уменьшает под мобязательство. Это выездят оптим somewhere мобязака мобязактим. Такие сильные слова. Это безliaном ценности, Харизматические слова. У меня она усиливает веру, может быть, Бог по-другому с тобой встречается, но мне это помогает. Все через Иисуса произошло, потому что он все произвел на кресте, на Голгофе. Потому что, о чем мы не говорили, но про возглашение Евангелия. Я так хожу в супермаркет, когда и живут до закупаться. И когда люди, может, никогда не слушали бы какого-то христианина, но читая это, они встречаются с ним. И на спине у меня стоит, что в его органах вы исцелены. На английском тогда и иностранцы, которые среди нас тоже могут это прочитать. И в Иисусе, я об этом говорила, что я, в Иисусе, в Иисусе, в Иисусе, я победитель в крови Иисуса, через кровь Иисуса, Через слово моего свидетельства, мы должны говорить, мы должны говорить, мы должны говорить, но если я хочу быть победителем, то я должен говорить. И я не возлюбил мою жизнь до смерти. И я хочу высокая форма дать свою жизнь для Иешуа. Бог дает вою любви, если Он даст нам такую ситуацию, чтобы мы остались вверх. Потому что ни вы, ни я еще не противостояли до Украины. И даже мое служение в странах Востока еще легкие. Молитесь за меня, потому что завтра на 14 дней я уезжаю в Украину. Я думаю, что один из факторов, почему Бог такой милостив по отношению моих 24-летней службы, которые я веду, потому что проозначение, одна из точек этой. Потому что она поднимает меня, когда я слаб. Я справедлива с Божьего Иешуа на Машиахе. Я не справедлива через действия движения Слава. Я не справедлива через Иешуа. Он здесь. Но он стоит, что там находится на Машиахе. Мы увидим этот бухгер Божьего Иешуа на Машиахе. И благодаря YOUу каждое бёд. Божьего Иешуа на Машиахе. Мы если мы застряли, что я возвращаюсь с этим. Да, еще. И я показываю, что мы застряли. И мы застряли в нашу нас. И? Мы еще благословим Хорстон сейчас. Примерно полтора года назад я на эту тему... И тогда говорилось о семи слов. И если вы сейчас немножко о себе вспомните эту тему... И тогда вы заметите, что слова имеют огромную силу в духовном мире. Хорстон уже цитировал. Господь произносит слово. И тогда будет создание материальной галактики. Для меня, например, такой огромный камень может быть невозможно... Но этот мир состоит из неисчастливого количества таких камней. И если мы представим всю нашу галактику, то наша Земля просто ничто воспринимает... И это все через одно слово. Это первое. Второе. Господь сказал, что Он сотворил нас по Его обличию. И это значит, что Он имеет цель с каждым из нас. И это значит, что он по Его стопам идёт... И через наши слова Великой создать миры. И так же, чтобы вы определить Судьбы... Глубьте не! Вы это не верите? Лесите в Библию! Прочитайте в Библию. Что говорит слово? Руси, которое вы... об то, что вы разорвете на земле, то будет разорванным небесам. И это все принадлежит нашему языку. Все, что мы произносим нашим ртом, это все разглашения. И каждый из вас, в любом моменте, решает, что ваш православие будет благословение или проклятие. Но каждое слово является православием. Тогда я даже говорю о том, что каждая мысль уже подготовлена к православию. И если я уже мысляю, что это тяжело, хорошее, то это лишь вопрос времени, когда это будет провозглашено в данном мире. Даже если мы сегодня это не принимаем серьезно, то, что вы говорите в Библии, что скажите слово Гори и она сдвинется. И здесь говорится лишь в одном слове. Это, конечно же, не о каком-то слове. И я сто процентов даю, что прав, и это говорится о слове Господнем. И каждое слово, которое Господь произносит, И каждое слово, которое привязано к Господу, это дух, который протевает жизнь. И если мы не дадим свободу духу святому над этой буквой, то она убивает, даже если это слово из Библии. В первом в Иване было на Боге. 14 1 Ивана. 17 1 Ивана. 17 1 Ивана. 18 1 Ивана. 19 1 Ивана. 22 1 Ивана. 18 1 Ивана. 18 1 Ивана. 21 2 Ивана. 43 2 Ивана. 24 3 Ивана. Я ис , 28 2 и 24 Ahora. Мы можем сказать, что это божественно, но в еврейском написано это «логос». Но это не «рема», то есть, которое от Духа святого, а было просто от «логос». Миллиарды людей слышали это слово, но не миллиарды, которые живут для Господа, потому что у них это слово осталось этим «логос». Можно сказать, что это просто нейтральная информация, которую они получили. Но это не содержит в себе жизнь. Слово становится живым, и каждое прохожение становится живым. Если Дух святого проходит через это слово, и если Господь говорит тебе, просто скажи «Амин». Это возможно, благословенно и пропитано Богом. И я могу сказать «Аллиюя», «Аллиюя». Но это может быть «логос». Но это может быть «логос». «Геухел». «Аллиюя». «Аллиюя». И вы знаете, как это есть в жизни. Я могу каждого обняться и сказать «Я люблю тебя». И если это Господь дает мне, то это «Да, хорошо», и это будет благословение для каждого. И это может произойти, что если я в это слово маленько внесу другую тональность, и скажу это женщине, при этом обнимаю, то все это может быть совсем другим. Прокламацию, о которой мы сегодня говорим. Геет это не о каких-то словах, с каким-то содержанием. Но сила этих слов, она привязана к Господу. Если Господь дает это задание, то это становится благословением. Если Господь дает тебе этого благословения, то это будет оставаться словом и не будет долго действовать. Поэтому, ihr Lieben, Господь благословит вас. Конечно, если я не знаю и не получил никакого слова от Бога, то я открываю его Библию и читаю, 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 читаю. Но мое задание, передать это вам дальше, это не значит, что мы просто должны открыть и просто молчать, но просто эти слова просить у Господа. И это может произойти, что это слово, которое ты тысячу раз слышишь. И это всегда было для вас просто слово. Плюсpicalend все это情無所以 без воприятия. И это слово неожиданно делает вам мир вашего. Ваше искусство и в 12hz это же youNoz и в этом. Я могу вспомнить, когда Господь сказал, я как раз разговаривал по телефону с женщиной, и я никогда не видел ее. И неожиданно Господь говорит, благослови ее. И я говорю, окей, я делаю, но я делаю, что она села. Я делал это, я сказал, садись, она посмеялась по телефону, и я говорю, теперь я хочу тебя благословить. И я сказал, что я благословил ее. И она сказала, хорошо, что я сидела, потому что такую Силу Божию я никогда не получала. Я уже тысячи людей благословил в своей жизни. Но эта единственная Силу Божию имеет мощность в своей жизни, потому что это произошло в своей жизни. Пожалуйста, спросите Господь, и следите, чтобы он уйдет вас, когда он уйдет вас, когда он уйдет вас, когда он уйдет вас, и что он уйдет. Начните с Провозглашения Святого Писания. Но идите дальше. Господь, покажи мне этот Силу Божию на сегодняшний Силу Божию. Господь, дай мне один Силу Божию для Эдит. И сегодня я говорю, что это для Алик. И вы можете себе представить, какую Силу этот Силу имеет, если вы просто так полистаете и скажете, а я просто полистаю, а я нашел. Важно, Сила не в Цитировании. Сила в Господе. Хорошо? И вы, что это сегодня вы понимаете, программировали, на сердце, на сердце, на росте и на росте, на росте и на росте, и я вам даю вам дать вам дать вам дать вам дать вам. Если вы это поняли и привели к сердцу, то идите и делайте это во поле Божьей.